Всем привет! И вновь я возвращаюсь к теме порталов, но на этот раз речь пойдет о кнопочной версии портала без использования поршней. Перед вами пример такого механизма, одна из кнопок портал включает, а вторая его выключает. Давайте такой механизм построим, но для начала я покажу версию, где кнопки расположены с одной стороны, а потом покажу как переделать в такую версию. Здесь у меня уже построена рамка портала, установлены раздатчики, устанавливаем одну кнопку в середине, вторую кнопку над ней. С другой стороны от кнопок мы устанавливаем два красных факела. Над верхним факелом ставится блок и еще один красный факел, это запитывает верхний раздатчик. Под нижним факелом мы должны поставить два хупера, которые направляются друг в друга. Устанавливаем кусочек редстоуна вот сюда, компаратор сюда, еще один блок и кусочек редстоуна. Разумеется, вот сюда надо поместить один любой предмет. Как работает данная схема? Ну наверху просто через инверсию сигнал с кнопки подается на раздатчик. Внизу факел по умолчанию блокирует оба хопера, то есть предмет находится вот здесь и когда сигнал пропадает, он два раза успеет перескочить в соседний хопер. То есть вот здесь появятся два коротких сигнала, которые будут переданы на нижний раздатчик. Таким образом, нижний раздатчик у нас будет гасить портал, а верхний его зажигать. Ну и давайте в нижний раздатчик поместим ведро с лавой, а в верхний соответственно зажигалку и попробуем нашу схему в действии. Верхняя кнопка у нас будет зажигать портал, а нижняя его гасить. Разумеется, вместо лавы можно использовать воду, но я советую использовать именно лаву, потому что она разливается медленно. Ну и теперь, как вы понимаете, можно кнопку вот отсюда убрать, избавиться от двух лишних факелов и убрать вот этот блок. Можно просто поставить один блок вот сюда и на него кусочек редстоуна. Таким образом, вот здесь установленная кнопка будет управлять верхним раздатчиком. Но, как вы понимаете, в данном случае кнопки находятся на разной высоте и можно оформить, конечно, вот так, но, на мой взгляд, версия с кнопками с одной стороны выглядят лучше. Впрочем, решать, конечно, вам. Надеюсь, что данный механизм вам понравился и пригодится. Ну а на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!